Всем привет! Меня зовут Аня и мы с моим мужем Виталиком являемся владельцами лавандовой фермы Lavandamia by, которая находится под Пинском, в деревушке. Мы уже пять лет занимаемся этим ароматным делом. Сейчас я вам расскажу, как это все начиналось. Мы готовились к свадьбе, а моя мама к тому времени успела вырастить небольшую полянку лаванды около дома. И когда мы готовили эти букетики, пучки связывали, Виталик сказал, что почему бы нам не посадить больше, какую-нибудь побольше плантацию, что-то из нее делать. Первым делом, что мы сделали, не покупали саженцы, не выращивали эти семян, мы просто взяли те кусты, которые у нас росли несколько лет около дома и засунули в нашу маленькую машинку, в багажник и привезли сюда, посадили. И тогда мы совершали первую ошибку, мы делили кусты лопатой. Есть такой способ размножения лаванды, как деление куста, но как повезет. Лаванда может не прижиться, вот эти половинки могут себя плохо чувствовать. Мы так поняли, что некоторые кусты очень сильно обиделись на это и в конце концов они не прижились. Но все-таки мы посадили первые несколько рядов здесь. И это было осенью 2015 года, и все, и уехали. Это все перезимовало. И весной следующего года мы приехали, увидели, что, во-первых, все заросло сорняком, абсолютно обратно, такая же практически картина. Но среди сорняков были кустики лаванды, они были живые, и им понравилось тут. И вот с этого началось дальнейшее наше развитие. Мы поняли, что можно продолжать. Если вы хотите вырастить кустик лаванды у себя на участке, то вам нужно соблюсти некоторые правила. Желательно, чтобы кустик, купленный вами, высадить именно в сад, не держать его в горшочке. В горшочке лаванду очень хочется иметь в горшочке, ставить на стол красиво или на подоконник. Но в горшочках лаванда не растет, мучается очень долго. Какие-то кустики дольше, какие-то быстрее умирают. Но лаванде нужна свобода, чтобы было куда расти в корневой системе, чтобы был свежий воздух и солнце. Поэтому в саду лучше выбрать солнечное место, свободное, чтобы не было рядом больших угнетающих растений. Очень желательно, чтобы это было подальше от хвойников. У нас на участке есть большая ель, и в радиусе нескольких метров ничего вообще не растет. Эти кустики мы досаживали, они все равно пропадают. Должна быть хороший дренаж, чтобы не было застоя воды. Лаванда достаточно хорошо переносит засушливые периоды и засушливые почвы. Почва тоже не должна быть очень питательная. Это может быть даже почва, засоренная каким-то строительным мусором. Та лаванда, которая выросла у дома сперва, около дома в Бресте, она росла на участке, который был после стройки дома засорен кирпичом, камнями. Это была очень-очень бедная почва. В первое время, когда вы посадите костик, его нужно поливать. Желательно сажать лаванду. Или весной, когда уже минует опасность заморозков, или осенью, перед зимой. В жаркое время, в летнее, лучше не сажать, потому что кустику будет очень сложно. И еще хочу сказать, что почва не должна быть тяжелой. Чем легче почва, тем лучше. В первое время, когда вы посадите кустик, хочется цветочки получить, но нужно себя взять в руки и можно их даже обрывать до цветения, чтобы силы кустик уходили в корневую систему. На зиму можно укрывать. В регионах более южных, Гомельская, Брестская область, Гродненская даже, достаточно тепло зимой для лаванды, и она может зимовать без укрытия. Уже регион Минский, Витебский, Могилевский, там уже, конечно, лучше перестраховаться и укрыть. И укрывать можно материалами, которые пропускают воздух, чтобы не выпривали почки у лаванды. Это может быть белый спонбонд, это может быть картон, может быть лапник хвойный, но главное не полиэтиленом, чтобы кустик мог дышать. Может быть солома какая-то или какая-то высушенная трава, ну что-то такое, что пропускает воздух. Единственное, что вот, говоря о соломе, мы тоже совершили эту ошибку. Мы первую зиму пытались укрыть наши молодые кустики. Из сарая мы вытащили солому, мы думали, что семена в соломе уже не схожие, но они прекрасно взошли поверх нашей лаванды. У нас в нашем регионе лучше всего цветет, растет и зимует английская узколистная лаванда и такие сорта, как хиткот, например, или вознесенская, как на нашем участке. Те кустики, которые ярко-фиолетовые и невысокие, это обычная английская узколистная лаванда. Те, которые фиолетовые, яркие и более высокие, это хиткот, а светлые кустики это вознесенская. Они хорошо зимуют, переносят холода, тем более, что в принципе сейчас в нашем регионе достаточно тепло зимой, не бывает таких прям сильных морозов. Плохо зимует или вообще не зимует французская лаванда, широколистная французская. Ее часто продают по весне в цветочных магазинах или в садовых центрах. Она хороша, вот как раз она хороша в крышочки, но время ее цветения недолго. То есть это только купить, полюбоваться и в общем она в конце концов пропадет. Есть несколько способов размножения лаванды. Семенами, черенками, отводками и делением куста. Про деление куста я уже говорила, это очень варварский способ. Лучше то можно взять веточку, приложить к земле, прижать или камнем или какой-то шпилькой и эта веточка, это отвертление будет давать отдельно свои корешки. И в конце концов можно будет этот кустик, уже самостоятельный кустик, его можно будет отделить впоследствии, пересадить. Два самых хороших способа размножения это семенами и черенкованием. Семенами это можно приобрести семена, их сейчас продают в интернете, в интернет-магазинах и в садовых центрах. Единственное, что многие считают, что можно сеять лаванду круглый год, но это не так, у нее время посева в февраль-март. Дальше уже будет поздно для семян, у них вот есть как раз это время, когда это можно успеть сделать. А черенками тоже очень удобный способ, если есть кустик лаванды, как раз при летней стрижке, можно состричь цветочки и веточки, которые не дали цветы, просто зеленые веточки. Их, очистив нижних несколько листочков, просто можно вставить землю в горшочек или в какой-то лоток, периодически поливать, чтобы не высыхала земля. И они дадут корешки и будут новые растения, таким образом получится. Если вы захотите вырастить у себя в саду это прекрасное растение лаванда, дерзайте, старайтесь, не отчаивайтесь, если оно будет вдруг пропадать. Будет вас всегда радовать, это очень благодарное растение, потому что цветет, в лучшем случае оно может зацвести два раза за сезон. Вы можете собрать цветочки лаванды, заварить лавандовый чай, добавить в печеньки, в выпечку. Можете сделать саше в мешочек, зашить в мешочек цветочки, и это будет прекрасный атрибут для сна, для хороших, приятных снов. Очень нравится детям этот аромат. В конце концов, просто очень декоративное растение, как в саду, так и в собранном, высушенном виде. Пакетики долговечные, можно сказать, практически вечные, которые можно высушить собственными руками, поставить в вазочку, и они своим ароматом будут напоминать о жарком лете, лугах, о детстве. Будет всегда вас радовать.